Кричащие безвкусные рекламе в Самаре объявили бой. Такие пестрые фасады должны уйти в прошлое. Это одна из важных задач при подготовке к чемпионату мира по футболу. Соответствовать нормативам и архитектурно-художественной концепции должны все вывески и рекламные конструкции. Они должны работать в соответствии с нашими архитектурными фасадами. То есть они должны их обогащать и должны подчеркивать. Мы чаще всего имеем совершенно противоположный результат. Вывески кричат, и фасад теряет всю свою архитектурную значимость. Вот этого допускать нельзя. К делу подключились и рекламные компании. Многие уже не идут на поводу у желаний клиентов, а убеждают их делать стильную, а главное легальную рекламу, которая не испортит внешний вид дома. Ирина Вдовина, руководитель одной из таких фирм, говорит, не все бизнесмены пока готовы принять ограничения. Надо понимать, что есть закон, который ограничивает, например, закрытие окна. Есть закон, который ограничивает закрытие архитектурных элементов. Самой вывеской. Мало того, есть закон, который в принципе говорит о том, что нужно сохранять эстетику и архитектурные элементы самого здания. Как поясняют в комитете по наружной рекламе, конструкции на фасадах зданий должны соответствовать трем главным требованиям. Они должны соответствовать художественно-эстетическому облику фасада дома. Второе, чтобы по толщине и высоте все рекламные конструкции были одинаковые. И последнее, это чтобы ось их по горизонтали и вертикали совпадала. Вывески не должны перекрывать декор фасада, будь то лепнина или мозаика. Также их запрещено крепить на балконах и лоджиях. Внутренняя подсветка вывесок разрешена, но только приглушенная. Она не должна мерцать и светить в окна жилых домов. Одно из самых частых нарушений, когда предприниматели самовольно перекрашивают фасады. Всего в Самаре выявлено почти 6 тысяч незаконных конструкций. Сейчас проводятся рейды совместно с администрациями районов. По выявлению людей, которые нарушают федеральные законы о рекламе, не оформляют как положено разрешение. И на них накладываются административные штрафы. Такой штраф для юридических лиц довольно внушительный. За нарушение придется заплатить от 500 тысяч до миллиона рублей. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Валерия Макарова, Константин Головин.